Продолжаем веселое времяпрепровождение. У нас здесь убер-маргинал. Как поверхностно освоить философию Витгенштейн-Нитши-Айер. Два аналитических философа и Нитши между ними. Интересно. Смотрим. Исполнилось 17. Я только изучил Аристотеля, учебник по истории и этике, этику Нитши, на пути к изучению философии и истории политики. В общем, всего. О, отстаю в эрудиции для 17-л, а в люди-бресники, так как недоминантное положение. Можешь что-то посоветовать, чтобы я спокойнее относился к этому? Подскажи, что читать по истории и изучать политику, наверное, политику имеется в виду. Э-э-э, ну... А как это ты изучил этику Нитши, что ты читал на эту тему? Интересно бы узнать. Желательно почитать «Сумерки идолов». Не знаю. У Нитши самый топовый текст «Воля к власти». Как ни странно. Ну, то есть, хоть он и скомпилирован отчасти, но, как ни странно, это один из самых лучших систематических и полных его текстов. Человеческая слишком человеческая топ. «Веселая наука», наверное, это не тот текст, с которым надо в первую очередь ознакомиться. «Сумерки кумиров» тоже не тот текст, с которым надо в первую очередь ознакомиться. Так, сейчас. «Генеалогия морали» тоже, кстати, не знаю. «За гранью добра и зла» я бы, например, посоветовал тоже. Три фундаментальных текста Нитши. «За Ратустру» тоже можно. Очень простой, литературный, вполне так себе зайдет. Вот, например, четыре текста. Четыре текста, с которыми у Нитши надо ознакомиться в первую очередь. Ну да, давайте начнем так. «За Ратустра» первый. «За Ратустра» первый у Нитши, с которым надо ознакомиться с текстом. Потом «За гранью добра и зла», потом «Человеческое слишком человеческое», потом уже «Воля к власти». Ну, и если захочет, все остальное. Вот так. Потому что там у Нитши есть свои нюансы непосредственно, с которыми можно долго-долго-долго тереться в разных текстах. Ну вот основные работы, самые большие, самые фундаментальные, самые, ну, наверное, полезные для ознакомления. Значит, а также «По ту сторону добра и зла». Ну, по этике «По ту сторону добра и зла» и «Генеалогия морали». «Генеалогия морали» можно, но можно нет. Для того, чтобы перестать загоняться по философским темам, наверное, «Сумерки идолов» все-таки. А, чтобы перестать загоняться «Сумерки идолов». Здесь я, кстати, соглашусь с маргиналом в целом. Ну, то есть, если бы вне контекста данного сообщения, я бы, наоборот, сказал, что «Сумерки идолов», наверное, надо вот отодвинуть. Ну да, да, согласен. Ну, хотя я не эксперт, ни хрена. Нет, в целом я действительно согласен. «Сумерки идолов». У меня почти все книжки Нитши есть. Сейчас. Что тут у нас есть? Друзья, я сейчас вытащу Нитши. Я сейчас вытащу своего Нитши, и вы на него посмотрите. Где мой Нитши? Где мой Нитши? Веселок. О, бля. О, пошло. Поехали. Поехали, Нитши. Нитши выходит погулять. Опа. Вот. Вот я и вернулся. Веселая наука. Красота. Генеалогия морали. Ну, она маленькая, в принципе. Там то же самое, что и везде. Ну, чё её читать? О пользе и вреде истории для жизни, сумерке кумиров или как философствовать молотом, о философах, об истине и лжи во вненравственном смысле. Вот весь этот список я бы не советовал с самого начала читать. Это как-нибудь потом. Заратустра у меня в очень ветхом виде. Он не... Это одна из самых первых книжек, которые я у Нитши прочитал. Она очень в бедном состоянии. О, почему-то Шопенгауэр здесь. Вот ещё сокровище. По ту сторону добра и зла, казус Вагнер, антихрист, эсэхома. Здесь по ту сторону добра и зла только. Человеческое слишком человеческое, видимо, в другом у меня где-то в списке. Эх, такое. Артур Шопенгауэр, кстати. Красавчик. Шадо фернулся. В плане истории и этики. Понимаешь, в чём дело? История и этики, равно как и попытка изучить Аристотеля в 17 лет, будет загонять тебя... Этика Аристотеля простая, может быть, даже для 17 лет. Вообще, с чего следует начинать философию того же Аристотеля? Это этика. Если вы очень простой уровень хотите сразу получить, это этика, наверное. Но Аристотель жёстко, в любом случае жёстко. Длинных экспериментов классической философии. Это не то, что помогло бы тебе перестать загоняться на тему отсутствия, значит, твоей доминантности в области философии. Доминантность. Тебя надо прочитать, значит... Александра Шадова прочитать высказывание «Никто не может ничего знать в области философии». Потому что философия — это вообще самое колоссальное, что вообще может быть. Это колоссальные собрания вообще разных текстов, вообще разнородных на разные темы, с разными вообще контекстами и так далее, и так далее, и так далее. А что вообще надо для 16-18 лет из философии? Да ничего не надо. В смысле надо? Никому ничего не надо. Как сопоставляются морали и этики? Кстати, сложный вопрос. Я здесь вообще лохан, но я не буду отвечать, отказываюсь. Ну так вот. А для 16-18 лет? Ну, мораль — это, скорее всего, предмет исследования этики. Так, то есть, мораль не есть этика. Этика как дисциплина, изучающая мораль. Что надо для 16-18 лет? Такой вопрос, блин. Ну, то есть, если вам это заходит, читайте то, что заходит, то, что получается читать, работайте с этим, расширяйте свою концепцию, позиции свои какие-то, думайте больше, и всё, нормально пойдёт. А если... А если ничего не заходит? Ну, в смысле, ну, это, в принципе, не надо. Вот то, что я уже сказал из Ницше. И можно прочитать какую-нибудь книжку про Витгенштейна. Не самого Витгенштейна, а чё-нибудь о нём. Относительно логико-философского трактата он не тяжёлый. Ну, то есть, по содержанию, давайте почитаем. Он, в смысле, я думаю, что человек, который очень давно занимается философией, который вообще не занимался философией, они могут одинаково понять Витгенштейна. Давайте, логико-философский трактат. Он маленький, мы просто пробежимся. Вот, философские исследования у Витгенштейна, они более специальные и более сложные в этом смысле, что там больше таких тонких примеров. Логико-философский трактат. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Логико-философский трактат. Ну вот, смотрите. Это в тысячи раз проще Ницше. Это в миллион раз проще Ницше. Мир есть всё то, что имеет место. Вопрос, конечно, как это понимать. Но у Ницше те же самые вопросы, как понимать то, что он говорит. Мир есть совокупность фактов, а не вещей. Как это понимать тоже? Ну вот, то есть, человек, который даже в философии, в принципе, разбирается, мог бы спросить, а чего это вообще такое? Мир определён фактами и тем, что это всё факты. Как это понимать? И тут, понимаете, к каждому такому случаю даже человек, разбирающийся в философии, будет задавать такой вопрос. Мир распадается на факты. Факты в логическом пространстве суть мир. Как это понимать? Что это за метафизика? Что это за херня вообще непонятно? Что здесь происходит? Чтобы знать объект, я должен знать не внешнее, а все его внутренние качества. И так далее, и так далее, и так далее. Ну то есть, вот этот текст, он вроде бы поверхностно говоря простой, но практически ничего не понятно от этого. Дестадавится. Да нет, кружок, он просто будет делать вид, что он понимает, что тут написано. А вот, смотрите, у нас тут символы логические. Интересно, интересно. Ну, понимаете, в чём дело? Ну, то есть, здесь очень много всего простого имеется. Конечно, чтобы врубиться вот в это, ну, уже тяжело. Здесь нужны специальные знания. Но по большей части трактат... Трактат не такой уж тяжёлый, как могло бы показаться. И не такой уж длинный, что самое главное. И в целом, разобраться в логико-философском трактате Витгенштейна можно попробовать, но, конечно, не получится сразу. Ну, у вас есть Ниши, не получится сразу. Как бы так. Можно попробовать сразу Витгенштейна. Логико-философский трактат вполне так себе пойдёт. ...нём. Велательно какой-нибудь разбор его, собственно, поздних работ как-то... Причём поздних, видите, он советует. ...философские исследования. Вот, это как бы тебе поможет, в принципе, до некоего предела овнить в спорах по философии с оппонентами, которые значительно больше по философии знают, чем ты. Также есть работы всякие по логике, которые имеют примерно такой же эффект. Но для этого надо тебе изучить именно вот логику. То есть, а логику, к сожалению, по-нормальному в России преподают только вместе с матаном. То есть, ты больше нигде, кроме как от математика, по-нормальному, вот, предикатной какой-нибудь логике или хотя бы логике высказываний не научишься. Но если научишься, то обязательно прочитай, значит, следующие три работы. Это о смысле и значении Фреге. Окей. В принципе, для него особо даже... То есть, понимаете, здесь упор на аналитическую философию, опять же, делается. Мир не зацикливается на аналитической философии. Я бы даже сказал, что аналитическая философия в смысле продуктивности произвела значительно меньше каких-то оригинальных концептов, каких-то значимых концептов, чем какое-нибудь отдельное течение континентальной философии, вроде феноменологии отдельно, экзистенциализма отдельно, даже философии жизни, наверное, отдельно. Я не большой любитель просто аналитической философии и большой упор, когда он делается, меня прям немножко триггерит, честно говоря. Вот прям вот вообще триггерит. Этот упор на логику. Еще у маргинала есть правильная логика, вот эта, понимаете, которая уже возникает к концу 19 века, связанная с математикой именно. Он как-то вот получается таким образом, что не особо котирует логику Аристотеля, ее даже не называют логикой. То есть, тут такие, знаете, специфические вкусы. Это как если бы Ежи Сармат сходу Слышь, сука, читай Ницше. Просто тупо читай Ницше и больше ничего. Вот маргинал по такому методу действует. А еще лучше Аристотеля. Аристотеля? Не Аристотеля, Фрёге Витгенштейна. Это то же самое, что марксисты, по сути, делают. Понимаешь, они пихают в свою литературу всегда. Вот и маргинал действует по таким же методам, получается. Я бы, например, советовал человеку, наоборот, ознакомиться с разнородной философской литературой. Прежде всего, ну, наверное, лучше всего обратиться к тексту не непосредственно философа какого-нибудь, а о философах. Ну, например, как я вам уже сегодня показывал. Вот настольная книга любого начинающего, в общем-то, человека, изучающего древнегреческую философию. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов Диоген Лаэртский. Вот она. Здесь вы узнаете многое о том, что было, существовало в античной философии. Только после этого я бы вам советовал читать какого-нибудь Платона, Аристотеля и тем более Секста Империка. Только после. Здесь вы просто вот уже узнаете истории какие-то о самой философии. Потом я рекомендую читать фрагменты ранних греческих философов. Это уже русское издание, прикольная книжка. Супер топ. Там просто высказывания ранних греческих философов, которые, правда, приведены из разных источников, конечно же, не от самих ранних греческих философов, но это тоже того стоит. Это поможет вам составить представление о том, что творилось в древнегреческой философии. И дело не только в греческой философии. Есть еще индийская философия, китайская, и с ними я тоже советую вам ознакомиться. И только потом как-нибудь вы просто должны осознать, какую вот такую маленькую дольку в реальной философии, в реальной продуктивной мысли занимает аналитическая мысль в целом. Вот чуть-чуть, совсем она микроскопическая. Вот у нас огромная философия реальная, и вот такая вот аналитическая, вообще микроскопическая она. И советовать только вот это вот все, ну, странно. Любимные знания не нужны в области лоихи. О значении Рассела там уже надо больше знать. Вот прям Рассела, да, юному мыслителю надо прям прочитать. Вот прям Рассел, прям вот в карьер сразу Рассела. Понимать формулу. Ну, знаете, ребят, вот я диалектический материалист, и я вот советую вам не читать. В коем случае Платон, он идеалист, Аристотеля не надо читать, не знаю. Гегель тоже, ну, так себе. А вот сразу с Маркса начинайте, сразу начинайте с Маркса, Энгельса, а потом Ленин, Сталин, Троцкого. Ну, Троцкого тоже, наверное, не надо, он такой излишний, наверное, будет для вас, знаете ли. Так, а кто еще писал умные вещи, кто еще писал умные вещи? А, вот, ну, настоящая диалектическая логика, она, конечно же, не знаю, находится в работах, не знаю, кто там еще очень известный такой, марксист, ну, неважно, ну, понимаете, Фрома какого-нибудь, а зачем ты советуешь мне просто мыслителей из одного, из одной тенденции? Ну, непонятно же. ...меть их читать хотя бы, вот. И в довершении... Ницше он просто, знаете, разобрал тупо потому, что автор упомянул Ницше. Язык, логика... Язык, истина и логика. Айра. Вот, это уже три хорошие книжки. То есть, иными словами, для того, чтобы перестать загоняться, потому что у тебя означенная цель, это перестать загоняться по отсутствию, значит, доминантного... Читай аналитическую философию. Положение его. Это на секту похоже, друзья, честно говоря, это очень похоже на секту аналитических философов. В области философии. Притом я не против того, что люди читают аналитическую философию и работают в русле аналитической философии. В принципе, это нормально. Но когда это перерастает в какую-то религию, это плохо. Загоняться тебе надо не изучать всю философию, какая была написана, потому что ты не сможешь ее все изучить. Потому что никто не сможет. Тебе нужно изучить аналитическую только философию. Кстати, поэтому я действительно стараюсь обычно людям советовать тексты из разных временных периодов, во-первых. Во-вторых, тексты совершенно разных направленностей разных авторов. Там и мистика, чтобы какая-то была, буддизм, конфуцианство, этика, греческая философия, новая европейская философия. Чтобы все это было прямо вот такое вот, такое буримое, разнообразное, такое красивое, такое пышное. Спасибо, деталюк, спасибо. И только потом уже человек сам сможет адекватно выбирать, к чему больше он предрасположен, какая философия ему оказалась понятней, какой он делает выбор, в какой философии он вообще готов функционировать, или может быть он хочет осмыслять философию саму по себе, или заниматься историей философии в общих каких-то чертах, либо какого-то периода отдельного. То есть без такого обзорного ознакомления с текстами, ну, он просто подвержен тенденциям. Знаете, это как говорят, когда вы христианин, вы становитесь христианином только потому, что вы родились в определенной культуре. Вот то, что вы, вот случайно вам маргинал посоветовал в интернате, вот в этом своем интернатиках, в своих интернетиках, это вот вообще ничем не отличается от того же самого. Вот вы послушали маргиналы и начали считать аналитическую философию, потому что было понятно, что маргинал вам посоветует из этого. И вы станете жертвой непосредственно, у которой в итоге выбора не будет между аналитической философией и неаналитической. При том, что неаналитическая философия – это вся мировая философия вот вообще всех периодов, кроме вот 20-го века островной, вот этой вот части. Прикольно. Но 20-й, 21-й, немножко 19-го захватим тоже. Ну, вот аналитическая философия и ее круг. Вот это вот такая вот маленькая долечка, от всей философии. Так или иначе. Тебе, понимаешь, в чем дело, тебе придется продраться через всю сократическую философию античную, а потом, значит, браться за какой-нибудь классический немецкий... Насколько мы помним, маргинал не очень утруждал себя в продирании. Да, Зенон, конечно, китайский. Это разочарование такое вот небольшое. Мое личное. Я думаю, маргинал знает. И к тому времени, когда ты прочитаешь всего Фихта и Шеллинга, ты внезапно поймешь, что... Да, и Шеллинга он тоже не читал. Ну, как бы, надо понимать, да, что он Шеллинга даже по фоткам узнать не может. Не то, чтобы прочитать его. Это какой-то тупой немецкий идеалист, как бы. Гаврила спрашивает топ-3 философа Ютуба. Ну, маргинал я, на самом деле, здесь бы назвал все-таки. Потому что он хорош в некоторых областях. Это не будет топ, состоящий, понимаете, в порядке последовательности. Маргинал все-таки один из топовых философов Ютуба. Ввиду того, что он действительно неплохой представитель академической традиции. Ну, не академической, а аналитической традиции, так или иначе. И у него довольно-таки обширные знания, вот именно в аналитической философии, философии Давида Юма. Мьонга он знает неплохо. Аристотеля он очень хорошо прочитал. И в Платоне, ну, в принципе, тоже шарит. То есть, маргинал это точно не нулевой персонаж. Точно не псевдо такой, знаете, студент, который, на самом деле, нихера не знает. Нет, он знает, он нормально шарит в некоторых областях философии прям значительно больше, чем я, например. И я это прям признаю вообще без проблем. С другой стороны, Ежи Сармат, он тоже, понимаете, один из таких топовых получается. Потому что его знания тоже очень велики. Ну, то есть, как ни странно, он мне рассказывает про ниши, такие вещи, которые, ну, в принципе, мне тоже интересно слушать. Потому что, хоть я и увлекался ниши в восемнадцати, Дугин вообще похер на него. Он вообще не ютубский философ, получается. Да он такой себе. Ну, так вот. Ежи Сармат хорош. А кто предлагает свои концепции на ютубе, я просто не знаю. У нас, по-моему, нет именно, знаете, профессиональных философов, которые занимались бы именно философией. Мы судим сейчас по эрудиции. Ну, и получается Елдобогов. Ну, именно, не вся Елдобогов, а Васил. Васил хорош. Ну, Васил просто хорош тоже. Вот я пока оценил. Я не многих знаю. Я знаю еще Илюху Лазарева, но Илюха Лазарев мне не нравится. Вот, в принципе. Это такой недодугин. Дугин младший. Он мне не импонирует как философ. Ничего интересного я у него не слышал, к сожалению. Посоветую, что прочитать про русскую классическую литературу, кроме Лотмана. Ну, еще можно про советскую, если есть такие произведения. Я вообще плохой литератор, если что. Ну, в смысле, в том плане, что я плохо разбираюсь в литературе фактически так-то. Я немногое прочитал и мало читал о самой литературе. Но, я посоветую лекции Набокова. Лекции Набокова – это чудо. Для того, чтобы... То есть, тут главное не получать доминантное положение, а перестать загоняться по поводу того, что у тебя его нет. Потому что, может, у тебя нет доминантного положения в области философии, но зато ты получишь образование в другой области. Так, и я третьего назвал. Я всех трех назвал. Топ-3 назвал. Я просто, понимаете, плохо знаком с Ютубом. Я несколько месяцев смотрел, может быть, Ежа Сармата и Убер Маргинала в свое время. Ну, они просто очень интересные ребята, часто говоря. Хоть я не считаю их прямо полноценными философами, мыслителями, создателями своих концепций, но они хорошие эрудиты. Зато будут деньги. Ну, и Васил тоже хороший эрудит. Ну, тоже безусловно. Он владеет многими концепциями, тоже намного лучше, чем я. Если философский вопрос у тебя все... Не всеми, но многими. То же самое с Маргиналом, то же самое с Ежа Сарматом. Нет абсолютного специалиста, и я здесь хвастаться тоже не имею права. Все-таки есть, стоя для того, чтобы перестать по ним загоняться и вообще забыть о том, чтобы пытаться кого-то доминировать в области философии Шеллинга. Просто ознакомимся либо с логическим позитивизмом, либо с каким-нибудь постпозитивизмом, либо с Ницше. То есть, в принципе, те три вещи, которые я перед этим назвал уже. Доминировать. Вот ради чего все это было затеяно вообще, друзья, философия. Ради того, чтобы мы доминировали на самом деле. Как вам такое? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!